130 лет исполнилось Транссибирской магистрали. Строительство этого железнодорожного пути было заложено святым царем-страстотерпцем Николаем II, а модернизация магистрали продолжается и в наши дни. В юбилейный год в Екатеринбургской епархии подготовили выставку, посвященную главной транспортной артерии страны. Надежда Калинина продолжит. В 1891 году, во время своего путешествия на Дальний Восток, наследник Престовла и будущий император Николай II заложил недалеко от Владивостока первый камень Уссурийской железной дороги. Так начали строить Великий Сибирский путь, протяженность которого сейчас 9288 километров. Совершенно такой грандиозный проект, равному по значению и по масштабам в мире, наверное, просто не существует. Мы решили, что нужно как-то вновь акцентировать на это внимание, тем более, учитывая, что Транссибирская магистраль, ну и вообще в целом железные дороги, большая часть которых была построена еще в имперский период, они сыграли одну из ключевых ролей в дальнейшей судьбе вообще всей нашей страны. Через Европу и Азию по малозаселенной местности или в непроходимой тайге прокладывались железнодорожные пути, преображая окружающее пространство. Вот это вот уже построенная станция Тайга. А смотрите, насколько все развивается. Пушкинская библиотека на станции Тайга. Понимаете, строительство колоссальным образом поднимало развитие вот этого региона. Помимо фотографий и документов 19-20 веков, на выставке можно увидеть даже рельсу 1907 года, произведенную в Нижнем Тагиле. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Всем знаком этот детский стишок. Появился он в народе и как раз на рубеже 19-20 веков, когда железнодорожный транспорт становился все более популярным. И сегодня железная дорога вдохновляет деятелей культуры. И вот это здание, я думаю, что мой прадед уезжал на Первую мировую войну именно с этого вокзала, да, скорее всего. Она еще пока осталась, следа вокзала. Вот это вот железнодорожная особая такая стихия, особое настроение, разлуки, встречи, лирика. А путешественники со всего мира покупают железнодорожные туры по Транссибу, чтобы увидеть всю Россию от Москвы до Владивостока. А во время Великой Отечественной войны по железной дороге людей и предприятия эвакуировали вглубь страны, а на фронт доставляли технику и провизию. Тот великий труд тех тысяч, сотен тысяч строителей, которые возводили Транссибирскую магистраль, обустраивали эту магистраль, это вот это оставленное добро всем следующим поколениям. И правда состоит в том, что мы этим добром уже столетиями пользуемся. Это добро, которое будет нужно и через 10 лет, и через 20, и, наверное, еще через столетие. Именно по железной дороге в Екатеринбург будет доставлена царская семья, а муча Алапаевских мучников перевезены в Китай. Традиционно у нас как-то сохранится память о этих, память святых, память великих деятелей. А сегодня мы вспоминаем деяния. И как Транссибирская магистраль, она прошла вот так вот через всю страну, вот так она прошла через судьбы многих и многих поколений. Выставка будет работать до 28 февраля следующего года и открыта в часы работы Музея Святой Царской Семьи. Музея Святой Царской Семьи